Всем привет! Это вторая часть решения задачи, вашей первой задачи о том, как произвести операции над целыми числами. И в этот раз мы поговорим о пользовательском интерфейсе. В прошлом видео мы говорили о том, как мы создаем алгоритм для решения этой задачи. Алгоритм у нас уже есть, он уже протестирован на некоторых данных. И теперь мы хотим, чтобы пользователь мог вводить свои значения извне. В таком случае эта программа станет уже достаточно полноценной и может быть использована, как гликулятор, например. Так, способов ввести в программу свои данные на самом деле достаточно много. И мы будем пользоваться такой стандартной техникой, это интерактивный режим работы с консолью. Консоль у нас вот здесь в идее, она, собственно, будет нами использоваться, и мы будем вводить туда данные. Что нам для этого надо? Для этого нам надо создать объект типа Scanner и передать туда SystemInt. SystemInt это стандартный ввод пользователя, а конкретно вот наша консоль. У Scanner на самом деле есть ряд методов, которые позволяют считать самые различные типы данных, например, тот же Int. И, собственно, этим мы и воспользуемся. Отлично, запускаем программу. Программа чего-то ждет, предположительно, ждет чисел. Давайте 5, 4. Да, все отработало, но с точки зрения пользователя происходит что-то непонятное. Мы запускаем программу, программа просто чего-то ждет. Значит, надо написать пользователю, что мы хотим от него. Давайте введите первое число А и введите второе число Б. Мы видим, что у нас программа уже чуть более дружелюбна. Она нам предлагает что-то ввести. Я бы предложила еще добавить для пользователя информацию о том, что же он ввел, чтобы он был уверен в том, что происходит. Отлично, запускаем программу еще раз. Тут я немножечко поспешила, да? Давайте я еще раз продемонстрирую. Отлично. Так, что у нас теперь? Теперь у нас программа работает, в общем-то, хорошо. Единственное но. Давайте введем здесь не число. И у нас выникает ошибка. С точки зрения пользователя, это не он не прав. С точки зрения пользователя, он ввел что-то и произошла ошибка. Это бага программы, и он на самом деле прав, потому что все подобные вещи, это на совести программистов. На самом деле вы можете писать сколько угодно пользователю о том, что он должен ввести число, он должен ввести число в каких-то границах, в каком-то формате. Но на самом деле никогда не надо быть уверенным, что он это сделает. Поэтому именно программисты занимаются тем, что убеждаются в том, что ввод пользователя действительно корректен. Давайте попробуем сделать с этим что-то. Для этого у нас есть у сканера метод hasNextInt. Видите? hasNextInt. И мы проверим, если у нас есть int, то мы считаем его. То есть он проверяет, что на самом деле следующее число, следующая строчка введенная, это int. Так, мы выносим a на внешний уровень, потому что оно нам еще нужно. Ну и инициализируем в 0, потому что в случае, если hasNextInt не сработает, то они будут инициализированы. Так нельзя. Это запрещено, так сказать, правилами. Так. Если. Отлично. Давайте запустим программу. Введем число y, букву y. Ну и какой-то неожиданный результат. Целых две проблемы. Первая программа пишет нам, что мы будто бы ввели число 0 и 0, что, конечно же, неправда. И второе, это оно не ждет у нас ввода следующего числа. На самом деле здесь все просто. Сканер hasNextInt не выбрасывает буфер, который у него есть, не передвигает указатель, свой указатель по буферу, если просто вызывается hasNextInt. Вот, если у нас называется NextInt, то следующее, что мы ввели, считывается, собственно, разбирается в int, и у нас сдвигается указатель. А когда мы используем hasNextInt, то указатель не сдвигается, соответственно, мы здесь проверили, что нет, следующее не int, ничего не делаем. И здесь уже снова проверяем, не int ли, а у нас буфер-то не пустой. И, собственно, в этом вся проблема. Хорошо, давайте подумаем, что мы хотим сделать, как мы можем это расчистить. Можем решить довольно стандартным способом, например, написать пользователю, вы ввели не число, и закончить работу. Давайте посмотрим, что получится. Давайте введем А, например, правильно, А, Б, неправильно, и, в общем-то, программа завершает работу. В целом, это корректное поведение, однако оно очень недружелюбно к пользователю. То есть я вот, когда пользуюсь программами, я обычно ожидаю, что программа будет лояльна ко мне и будет, так сказать, давать мне еще шансы. А тут она шансы не дает, и, в общем-то, в таких случаях я обычно пользуюсь другой программой. Поэтому в наших интересах, в принципе, чтобы пользователи от нас не уходили, поэтому мы будем давать им второй шанс. Ну и, на самом деле, не только второй. Как мы это можем сделать? Мы можем в бесконечном цикле проверять. Если у нас введено число next in, число in, то мы считываем и прерываем выполнение цикла. Выходим из цикла. Иначе мы пишем в выделении число, повторите ввод. Так, в выделении число введите. Число. И не забываем, конечно, сделать здесь next. Отлично. И все то же самое мы можем использовать для b. И мы видим, что идея уже нам подсказывает, что вот эта вот инициализация нам не нужна. Все равно мы придем в нужный момент уже с записанным значением. Ну и запускаем. Так, вводим не то что-то, и опять не то, и снова не то. А теперь введем то. Все отлично. И то же самое для b. Все работает хорошо. Единственная идея вот нам подсказывает, что у нас дубликат кода. На самом деле у нас действительно дубликат кода. У нас все отличается только тем, что здесь а, здесь b. Да, дублирование это вообще плохо, и оно бьет по устойчивости и консистентности кода. Поэтому давайте вынесем это в метод. То есть создадим метод, который будет возвращать нам наши целые 4-байтное число. принимать он будет на вход сканера, с которого мы считываем что-то. И если у нас считался наконец int, то мы возвращаем int, а иначе продолжаем. Ну и давайте теперь использовать это здесь. То есть теперь у нас число а будет считываться, пока, собственно, не считается число. И вот здесь. Код стал компактнее. Все стало более, так сказать, аккуратным. И давайте запустим эту программу. Отлично. Все работает. И опять же, вроде бы у нас все хорошо работает, но теперь у нас может возникнуть другая проблема. Мы теперь вводим только числа, и причем, ну, корректные числа типа int. Но что будет, если мы введем слишком большое число? Давайте введем большое число. Ой, это слишком большое. И вроде бы, смотрите, сложение все правильно сложилось. Вычитание тоже. А вот деление, остаток деления все хорошо, а умножение получилось какое-то неправильно. В чем проблема? Произошло переполнение буфера. То есть у нас вот это вот число, умноженное на само себя, ну, то есть а умножить на б на самом деле, оно не вмещается в int. И тут как бы есть два способа, чтобы оградить нас от этой ситуации, потому что, ну, понятно, мы не можем показывать пользователю такой результат. Первый способ это ограничить пользователя в вводе, то есть сказать, что мы там не даем ввести больше определенного числа и меньше определенного, да? Ну, и посчитать, какое примерно число нужно, ну, какое примерно число нужно ограничить, да? А второе, это мы можем в случае с mult использовать long. Long, по идее, вместит все, что у нас есть в, ну, все, что может быть результатом умножения двух интеджеров. Давайте запустим. Видите, я поменял long mult. Запустим. И все равно, все равно то же самое. В чем проблема? Проблема в том, что int умножить на int это всегда int, даже если это слишком много и слева стоит long. Для того, чтобы все заработало, нам нужно взять и привести а к типу long, расширить его. Тогда слева будет long, справа будет int, long умножить на int будет long. Ну, это такое взаимодействие типов. Давайте запустим еще раз. Вуаля, все работает. Казалось бы, мы решили проблему. Но на самом деле у нас есть еще другие ситуации. Если хорошенько подумать, что будет, если мы возьмем два максимальных числа, которые, возможно, в int, и сложим их. Давайте введем максимальное число, которое может быть в int. Это 214, 7, 4, 8, так, 36, 47. Ну, это, на самом деле, чтобы это продемонстрировать, не нужно прям вот это вот число. Но я предпочитаю, так сказать, тестировать на ограниченных условиях. И вводим. И смотрим, что умножение похоже на правду. А плюс b дает вообще что-то непонятное. Опять же, что произошло? Произошло переполнение буфера. И поэтому число у нас не вместилось в int. То есть, получается, что для суммы ровно так же нам нужен long. Правильно? Давайте... Возьмем это. Это я скопирую. Запускаем. О, сумма, похоже, посчитана правильно. Но и тут, на самом деле, не все так просто. Потому что у нас есть еще один ограниченный случай. Это когда у нас минимальное число. Ну, минимальное int число. Давайте попробуем. И мы видим, что вроде все хорошо. И сложение прошло, вычитание прошло. И последний случай, который нам все-таки стоило бы протестировать, это когда одно число минимальное, а второе максимальное. И вот тут вот у нас получается, что а минус b. А а у нас это минус, там, огромное число. Минус b. Соответственно, это должно быть... В общем-то, это не должна быть единица. Понятно, да? Что это, опять же, у нас продукт переполнения буфера. И теперь мы должны в вычитании, собственно, точно так же все привести к типу long. Давайте еще раз допустим программу. О, вот тут уже, видите, правдивое число. Вот. Собственно, на самом деле, я вот не вижу больше граничных условий здесь. Да. И программа, на самом деле, выглядит уже абсолютно нормальной. Что осталось указать? Что для деления нам, собственно, нет необходимости использовать все то же самое, да? То есть long. И точно так же для остатка отделения. С остатком отделения вообще все понятно, потому что остаток отделения не будет больше, чем b. И поэтому, раз уж b вместился в он, то остаток отделения точно вместится. Вот. Собственно, последний штрих, который мы хотим добавить в нашу программу, это переформатировать код. Вы видите, сдвинулась, да? Я кое-где забыла пробелы. Вообще считается очень плохим тоном, плохо отформатированный код куда-то выкладывать. Вот. И, собственно, последнее, что я покажу, это то, что мы все-таки напишем вот здесь, вот информацию о том, что это за метод. Это бывает число типа кинт из консоли до тех пор, пока пользуемся. Ведет правильное число. Зачем я это делаю? Затем, чтобы не забыть потом, что же я делала в этом методе. На самом деле, вот эти комментарии, я думаю, вы узнали, что это комментарии, их лучше бы даже заменить вот такими. и снова переформатировать код. Даже вот так, наверное. Все у нас отлично. Теперь мы не забудем, что это за метод. У нас есть комментарий и, в общем-то, программа, которая полностью работает. Сюда можно добавить еще какие-то вещи, но это уже на ваше усмотрение. В общем-то, все. Я завершаю рассказ о том, как создать свое первое приложение. Надеюсь, что вам все это понравилось. До новых встреч!